здравствуйте меня зовут наталья качанова роутс и я рада видеть вас на своем канале повод для сегодняшнего видео может быть и не очень такой радостный ко мне обратилась клиентка ситуация в следующем она узнала что ее муж изменяет ей они браке уже 12 лет и вот последние полтора почти два года у него отношения с другой женщиной после того как она как бы прожила этот первый шок собственно вопрос с которым она обратилась на консультацию был следующие изменить ли следует ли ей изменять своему мужу и сделать так чтобы это было ему а стало ему известно для того чтобы ему стало так же больно как и ей как говорится вопрос изменять или не изменять своему мужу ну наверное я не знаю найдется ли какой-то консультант или у кого в коуч или коуч по отношениям который бы сказал да конечно ответьте ответим и той же монетой чтобы он тоже понял как это больно сразу же следует понимать что мужчины по-другому будут реагировать на факт измены и поэтому я бы в эту сторону даже вообще не смотрела но я сейчас не буду рассматривать аспекты моральные энергетические вселенские законы измены я сейчас хочу обратиться к тем из вас дорогие девочки женщины которые возможно попали в такую же ситуацию и когда вы сидя на кухне рассказывать о своей подруге о том что вы узнали и там возможно вы пьете чаем возможно вы пьете какие-то другие более крепкие напитки когда вам подруга говорит а вот ты его накажи там же вот пусть знает мне хочется сказать следующий момент измена всегда разрушает измена разрушает не только отношений измена разрушает самого человека разрушает его внутреннюю структуру все его поля потому что когда вы строите отношения с конкретным мужчиной или мужчина строит отношения с конкретной женщиной начинает формироваться определенное взаимодействие да мы как сообщим мы становимся как вот эти сообщающиеся сосуды которые друг друга наполняют энергией или иногда друг друга у кого-то есть негативная энергия тогда я компенсирую каким-то своим позитивным подходом да то есть у нас происходит постоянно взаимодействие любая измена важно понимать это включение в эти два сообщающиеся сосуда третьего человека или четвертого пятого сто двадцать пятого и тогда вопрос к вам какую систему вы получите где будет циркулировать эта энергия той энергии которая изначально вас соединяла скрепляла и была направлена только на этих двух людей я сейчас не говорю о детях и что тогда будет в той энергии которая будет растекаться вот по всем тем ответвлениям которые возможно могут быть в вашем браке и еще один момент да можно изменить своему мужу вы получите возможное эйфорию внутреннюю что вот и тебя наказала это эйфория будет длиться ровным счетом одну минуту но может 10 а потом будет чувство сожаления не сейчас не буду перечислять всю эту массу эмоций которая может испытывать женщина которая изменила может только с целью его наказать не потому что она полюбила другого человека не потому что те отношения закончились и она условно говоря скажем так начала изменять мужу потому что вступила в отношении не закончив настоящее вступила в отношении с новым мужчиной хочу еще раз еще раз подвести черту измена никогда не было не будет и не есть энерго возобновляющийся в энерго возобновляющим действие измена это всегда разрушение разрушение ваших внутренних энергетических структур ваших социальных связей вашей внешней жизни вашей внутренней жизни поэтому прежде чем принимать такое решение всегда подумайте что за этим для вас стоит не спешите до встречи